МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в ДНР 5 октября площадка перед Донецким государственным академическим театром оперы и балета имени Соловьяненко была полна народа. Публики предложили мистерию. После третьего звонка в зале яблоку негде было упасть. Был забит даже балкон. Беспощадная фортуна явила людям свою мощь и власть. Как такое можно пропустить? К началу нынешнего сезона приурочили специально созданную для нашего театра мистерию на музыку Карла Орфа Кармина Бурана, премьера которой состоялась 6 июля 2019 года в конце прошлого 87 сезона. Ее поставил российский режиссер-постановщик Александр Лебедев. Это произведение – самое известное сочинение Карла Орфа, принесшее своему автору всемирную славу и в числе немногих музыкальных шедевров 20 века сразу же оказавшееся в золотом фонде классического репертуара. Интригующее название Кармина Бурана в переводе с латинского означает «баварские песни». В наши дни Кармина Бурана обычно исполняется в филармонических залах. Постановка режиссера Александра Лебедева и дирижера-постановщика Юрия Парамоненко как театральное действие с хореографией, световыми и изобразительными эффектами можно назвать уникальным. Александр Лебедев. Это впервые такое. Я могу даже сказать, что не побоюсь этого слова. Это мирового масштаба, я хочу сказать. Если мне кто-то покажет идентичное, похоже на это, то я с удовольствием посмотрю. Я вижу это произведение так. Передаю через оркестр, хор и солистов то, что я вижу, как я вижу. У меня вот эта идея с 2014 года, она все время муссировала. Но я не режиссер, понимаете, я только могу музыкальную часть ставить. А вот именно сценическую, ну это особо нужно иметь мозги, особый дар, чтобы поставить что-то новое, чтобы нигде не повторялось и имел какой-то смысл от начала до конца. Вы же видели там поэт, любовь, судьба, рок, то есть все здесь присутствует. Сюжетная линия, вот у меня мечта сбылась, я вам хочу сказать. Спектакль начинается. На темном заднике высвечиваются некие мистические символы. Но вот уже мощно вступает хоровой пролог О Фортуна, повелительница судеб, и в зал будто врывается буря. Работа над постановкой началась осенью 2018-го. В центре сюжета странствующий поэт и девушка, которые пытаются решить извечные вопросы любви, измены, ревности, судьбы. Песни, звучащие там абсолютно разные, веселые, грустные, философские, грубоватые и утонченные. Таким и строится действие мистерии, основанное на смешении жанров. Фортуна, двуликая судьба, судьба конкретного человека и целых народов, странные повороты истории – вот что стало основой спектакля. В постановке задействовано более 200 человек, большой симфонический оркестр, смешанные хоры, солисты, сопрано, баритон. Мистерия представляет собой своего рода эксперимент, где совмещается классический музыкальный материал и невероятный по своей масштабности технический продакшн, включающий в себя грандиозную компиляцию световых, звуковых и видеоэффектов. Каждый из эпизодов зрители наверняка будут трактовать по-своему. И это интересно, это вносит в спектакль некий драйв. Колесо фортуны крутится, нет ничего постоянного. Судьба то возносит человека до заоблачных высот, то бросает озимь, то снова улыбается ему и начинает поднимать ввысь. Роман Сикорский, специально для телеканала Новороссия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова